Привет, ребятки! С вами Спорт Без Причины! И сегодня у нас обсуждение очередного Мамабоя, довольно-таки популярного и долгожданного в России. Поехали! А точнее, мы будем обсуждать бойца, который заменил нам Тони, потому что Тони слишком многое болтал и слишком мало делал, и по итогу повредил себе коленочку. Так давайте же узнаем, кто такой Макс Холлоуэй. Уже в эту субботу состоится поединок между Хабибом и его новым соперником Максом Холлоуэем. Посмотрим, что же из себя представляет этот спортсмен и что он думает о предстоящем бое. Макс родился 4 декабря 1991 года на Гавайях. У него было непростое детство, родителям было не до него. Отец гулял, мать больше увлекалась алкоголем и наркотиками. Воспитанием будущего чемпиона занималась бабушка с дедушкой. Макс очень поздно начал заниматься единоборствами. В тайский бокс он пришел только в 19 лет. Почти сразу же начал заниматься бразильским джиу-джитсу и смешанными единоборствами. Первые 4 боя он провел в своем городке. И уже в третьем из них стал чемпионом местного промоушена. А после этого отправился покорять UFC. Его дебют UFC состоялся в феврале 2012 года в поединке против Дастина Парье. Бой для Макса прошел неудачно. В третьем раунде ему пришлось сдаться из-за болевого приема Парье. Потом были еще победы и поражения. Но переломным в карьере спортсмена стал поединок против малоизвестного тогда Конора Макгрегора. Конор одержал уверенную победу по решению судей. Но Максу все же есть чем гордиться. Он остался единственным полулегковесом, которого Макгрегор не смог финишировать. Короче, это единственный боец, которого Макгрегор как бы не втоптал, прямо так сказать. Которого Макгрегор не просто не размазал по рингу. Чем гордиться? Наверное, есть чем. Я бы гордился. Поражения заставили Макса поднапрячься. За следующие 4 года он провел 11 боев. И во всех одержал победу. Включая бой с Энтони Петисо. За временный пояс и за постоянный титул с Жозе Альдо. Всего на счету бойца 19 побед и 3 поражения. В личной жизни у Макса тоже все отлично. У него есть жена, гавайская модель Каймана Паалухи. В 2012 году у пары родился сын. Макс говорит, что семья это его главный модиватор и источник поддержки. Кстати, интересный факт. Спортсмен считает своими героями бабушку Ситею Капоя и Иисуса Христа. По словам спортсмена, когда ему предложили драться Хабибом, он просто не мог отказаться. Почему же он не мог отказаться-то? Я не понимаю. Мне кажется, потому что за это деньги платят. Я подумал, как можно отказаться от такой возможности? Такое предложение поступает раз в жизни. Пока только одному человеку удалось взять пояса в двух категориях. Я так рад, что смогу выйти в октагон и сотворить историю, став вторым таким. Макс уже давно хотел встретиться с Хабибом в клетке. И вот мечта сбывается. И его вовсе не смущает, что бой пройдет в более тяжелой категории. В своем твиттере Макс сравнил предстоящий поединок с поединком Кобры и Питона, в котором оба участника схватки погибли. Холлоуи всегда уважительно отзывается о Хабибе. Хабиб – настоящий зверь. Таких соперников вы ищите, когда хотите застолбить свое наследие. Если хочешь быть лучшим, нужно бить лучших. А вот Хабиб, когда узнал, что бой с Фергюсоном отменили, хотел драться с МакГрегором. Эй, а где этот Бургер Кинг? Ну, если что, Конор МакГрегор снимался в рекламе Бургер Кинга. «Ведите его сюда ко мне». А получив Хэллоуэ, я не думал, что мне предложат Макса Хэллоуэ. Думал, будет Портье или Альварес. Или, может, Кьеза, Фелдер, Яквинта или Петис. Но мне позвонили и сказали, что дадут Хэллоуэ. И я ответил, что за настоящий титул мне без разницы с кем драться. Кстати, Альваресу тоже предлагали выйти против Хабиба. Но он отказался, сославшись на то, что не успеет согнать вес. Это его слова. Думаю, нельзя соглашаться на бой против Хабиба за шесть дней. Но Магаведова можно победить только в лучшей форме. У него уникальный стиль, поэтому твои кондиции должны быть на топ-уровне. Ни хрена себе, как все Хабибы боятся. Или им мало денег предложили. Многие считают, что у Макса мало шансов на победу. Но ему, по сути, нечего терять. Возможно, поэтому он и согласился на бой с таким коротким уведомлением. Если Хабиб победит, Макс не будет считать себя проигравшим. А если вдруг выиграет Гавайец, это будет что-то фантастическое. В любом случае, чем закончится эта история, мы узнаем уже в эту субботу. А вдруг Макс хорошо готовился? На него наверняка будут очень высокие коэффициенты. С вами был Спорт без причины. Всем покеда. Подписывайтесь на Кэнэч. Будем рады новым подписчикам. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok